Самая главная задача диджитал инструментов, самая главная их миссия, можно сказать, это нужно увеличивать прибыль. Вообще нужно внедрять новые технологии по той причине, что они, во-первых, дешевле, чем их аналоги. Я имею в виду, под аналогами, например, бонусную систему лучше делать электронные карты, чем пластиковые карты. О том, что сертификаты лучше, чем бумажные делать и тратить на это деньги, можно сказать, губить деревья, лучше делать электронные. Потому что, во-первых, это дешевле, во-вторых, это эффективнее работает. Вообще диджитал, он нужен, всякие диджитал инструменты, они необходимы именно для увеличения прибыли. Это самая главная задача, не является главной задачей, потому что это модно, молодежно, вроде современно, надо к этому как-то стремиться. А вот именно к этому нужно стремиться по той причине, что это увеличивает прибыль. Хорошо, что же такое UDS? UDS – это продукт для двух аудиторий. Первая аудитория – это все мы. Мы все являемся физическими лицами и совершаем какие-то покупки, ходим в магазины, в рестораны, в салоны красоты. И для нас это бесплатное мобильное приложение, которое я могу скачать на iPhone, на Android, и в том числе я могу скачать на смартфоны марки Huawei. У них свой маркет Huawei App Gallery. И это для нас бесплатное мобильное приложение, которое позволяет нам экономить. Экономить свой личный бюджет, экономить семейный бюджет. Или по-другому, за те же деньги получать больше. Ну, например, я пришел в кофейню, за 150 рублей купил кофе, но если у меня есть мобильное приложение UDS, то я еще получаю баллы и могу бесплатно забрать там десерт. Я думаю, это приятно. Вместе с кофе сразу десерт. Вот такое. Я сам лично пользуюсь приложением. Вот я лично сам сэкономил более 70 тысяч рублей. Тут есть чемпионы. Больше результат, чем у меня. Вот, например, Юлия, она здесь присутствует, я видел, Рыжакова. У нее экономия составила более 200 тысяч рублей. Ну и в этой троице у нас самый чемпион, это СССР. У нее экономия составила более 400 тысяч рублей. Я думаю, это такое крутое получается. А как говорят, сэкономил, значит, заработал. Заработал, можно сказать, 400 тысяч рублей, просто и скачал бесплатное мобильное приложение. Хорошо, идем дальше. UDS для бизнеса. Это комплекс инструментов по работе с клиентами для увеличения прибыли. Какие основные модули? Основные модули – это мобильное приложение, программа лояльности, интернет-магазин. То есть у нас можно в UDS сделать это за 15 минут. Интернет-магазин при этом будет как в мобильном приложении, так и будет в веб-интерфейсе, чтобы клиент мог заказать, в том числе сделать заказ через компьютер. Четвертое – это оценка за обслуживание. Система по сбору обратной связи от клиента. От клиента вообще это является основой программы лояльности. Надо всегда понимать, с каким настроением клиент совершает покупку. Все ли ему в этой покупке понравилось? Все ли ему понравилось в компании? И система это собирает очень много отзывов. Делает это в автоматическом режиме. Новости, акции, пуш-уведомления. Конечно же, мы должны коммуницировать с клиентами. CRM-система, управление аналитикой, чтобы строить стратегии работы компаний. Маркетинговая стратегия. И UDS сделал первыми платформу для автоматического кросс-маркетинга. Мы про это тоже будем говорить. Автоматический кросс-маркетинг у UDS – это на текущий момент. UDS – это первые, кто это сделает. Это единственная разработка подобного рода. Это беспрецедентные, можно сказать, моды. Вообще, UDS – более 30 маркетинговых инструментов. Мы сейчас прошлись по основным модулям. Каким же образом я говорил о том, что диджитальные инструменты нужны для увеличения прибыли? Давайте посмотрим, каким же образом данные инструменты увеличивают прибыль. Первое. Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо вспомнить простую утрированную формулу прибыли. Это доход минус расход. Важно здесь заметить о том, что если компания хочет увеличить доход, она должна изменить стратегию работы с клиентом. Надо понимать о том, что как вы работаете с клиентом сейчас и работали ранее, вас приводит к одним деньгам. Если же вы хотите в бизнесе зарабатывать больше денег, означает, что вы в процессе работы с клиентами должны что-то поменять, должны что-то внедрить новое, может где-то что-то убрать и так далее. Потому что даже Эйнштейн про это говорил, делая одни и те же действия, ты не получишь другой результат. Чтобы был другой результат, необходимы другие действия. У некоторых предпринимателей, потому что почему я это так повторяю, потому что у некоторых предпринимателей формируется такое мнение, что якобы в жизни наступят какие-то классные времена, золотой век, можно так его назвать, когда я делаю одни и те же действия, вот зарабатываю миллион рублей, например. И просто не меняя ничего, наступит золотой век, и просто бизнес начнет ни с того ни с сего зарабатывать 5 миллионов рублей. Вот за 7 лет мы такого ни разу не видели. Поэтому это уже такое на факте подтвержденное правило, что если хочешь зарабатывать больше, надо что-то в этом процессе менять. Второе, если хочется увеличить прибыль, снижая расход, это означает, что мы внутри компании должны принять административные решения. Например, прийти и сказать, мы больше не будем пользоваться прямой скидкой в программах лояльности. Не будем больше раздавать эти карты или делать скидку по номеру телефона в 5, 10 и 15%. Как показала практика, это тоже снижает расход, и тем самым увеличивается прибыль, но без вреда клиентам. Клиенты при этом себя в порядке чувствуют. Просто надо скидку поменять на бонусную систему. То есть с прибылью можно работать как через доход, так и через расход. И при этом мы рекомендуем предпринимателям на два этих параметра взаимодействовать, можно сказать, одновременно. То есть нельзя только доход качать и не задумываться о расходах. Нет, надо работать и над тем, и над тем, чтобы получался максимальный результат. При работе с UDS бизнес у нас есть инструменты как и по увеличению дохода, так и по оптимизации расходов. Давайте рассмотрим эти три способа по влиянию на прибыль. Первое. Посмотрим, какие есть инструменты на снижение расхода. Второе. Каким образом можно увеличить доход от текущих клиентов. И третье. При влечении новых клиентов я вам расскажу про альтернативные способы, потому что эти альтернативные способы становятся все более актуальны и актуальны. Потому что прямая реклама становится уже дорогой. Ну там баннеры, ТВ-реклама, реклама прямая в интернете. Стоимость лида становится все дороже и дороже. И иногда зачастую так получается, что первый приход клиента, его первая покупка, она даже не окупает стоимость лида, можно так сказать. Поэтому расскажу о альтернативных способах, где, как сказать, инвестиции маленькие, ну то есть расходы маленькие на рекламу, но при этом получается тоже хороший результат. Поехали. Первое. Снижение расходов. Как я уже сказал, это отказаться от прямой скидки. Вообще, почему нужно отказываться от прямой скидки? Потому что вот это 5, 10 и 15 процентов. Потому что она не работает на возвращаемость клиентов. То есть на это было сделано уже куча исследований в интернете, про это все написано. Проще говоря, клиента скидка 5, 10, 15 процентов не возбуждает к повторной покупке. То есть клиент, получая карту в 10 процентов, у него не возникает такое ощущение, ух, блин, 10 процентов, это, конечно, круто. Вот прям душу продам за компанию. Точно вернусь. Такого не происходит, да? Я думаю, вы сами это понимаете. Какая же скидка может мотивировать клиентов действительно вернуться? Именно сам размер скидки может мотивировать. Я думаю, вы согласитесь с тем, что скидка должна быть где-то 30, 40, 50 процентов. И тогда действительно клиент задумывается над тем, что типа, ух, действительно крутая скидка, наверное, стоит вернуться. Это большая выгода. Но мы как бизнес там 30, 40, 50 процентов давать не можем. У нас есть себестоимость, у нас есть маржинальность. И мы бизнес открывали для того, чтобы в том числе и зарабатывать деньги. Поэтому мы не можем дать такую скидку. И, ну, понятно, мы хотим влиять на повторные покупки клиентов. Поэтому в этот мир пришли бонусные системы. И бонусные системы, они как бы говорят клиенту, слушай, дорогой, хочешь скидку 30, 40 процентов, никаких проблем. Накопи бонусы, и у тебя будет эта скидка, какую ты хочешь. Ты сам управляешь своей системой, скидочной системой, бонусной системой. Это хорошо. Клиенты это любят, когда они что-то сами еще управляют. Потом. Но здесь есть несколько важных моментов. Чтобы бонусная система работала эффективно, первый важный момент. Клиент должен иметь возможность накопить бонусы не только за счет своих покупок. Клиент должен иметь возможность накопить бонусы за те действия, которые вам, как компании, выгодны тоже. Например, клиент совершил рекомендацию, позвал своего друга в вашу компанию, накопил бонусы. Клиент оставил отзыв, положительный отзыв о вашей компании в TripAdvisor. В Google Отзывах, в Яндекс.Отзывах накопил за это бонусы. Клиент совершил покупку с определенного чека. Например, с какого-то более высокого чека. За это накопил бонусы. То есть, видите, надо строить с клиентами отношения такие вин-вин. То есть, клиент вам что-то делает, вы за это одариваете его бонусами. И тем самым клиент может быстрее накопить бонусы и быстрее принять решение о повторной покупке. Это первый момент. То есть, меняйте бонусы на действия клиента. И тем самым и ваш бизнес растет, и клиенту хорошо. Он тоже как бы участвует в росте вашего бизнеса. Можно даже дарить какое-то определенное количество бонусов, если клиент оставит отзыв у себя в Инстаграме. Я считаю, что это самая лучшая реклама. Это user generation content, когда сам клиент еще и в социальных сетях рассказывает о вас. Но чтобы это происходило, необходимо подтолкнуть клиента, мотивировать его. И это можно сделать с помощью подарков, например, или же в том числе и бонусов. И это, я думаю, лучшая инвестиция, чем просто бухивать их в рекламные какие-то баннеры. Второй момент. Чтобы клиентов возбуждали бонусы на повторную покупку, клиент должен их видеть. Это очень важное правило, и его забывают некоторые предприниматели. Некоторые предприниматели внедряют в себе такую систему, типа по номеру телефона. Даже у магазина Collins есть такая система. Ну, я пришел, совершил покупку, они говорят, накопите бонусы. Я говорю, хорошо, что нужно сделать? Они говорят, вот скажи свой номер телефона. Я говорю номер, они потом говорят, ты накопил. Я говорю, ну, прекрасно. А потом я не понимаю, где эти бонусы посмотреть, на что я их могу потратить, сколько их у меня. Поэтому я в магазин Collins возвращаю тогда, только тогда, когда приперло. Ну, когда уже просто нужна одежда. То есть бонусы никаким образом на этот фактор не влияют. Поэтому я думаю, магазину Collins можно было бы эту систему просто отключить и не тратить на нее деньги. Это безрезультативно. То есть, казалось бы, все очень удобно. Ничего скачивать не нужно, никакие карты получать не нужно, анкеты не нужны. Как будто полное удобство, полный кайф. Типа назвал номер телефона и так далее. Но по факту клиент ничего не понимает. Ну, то есть, что есть эти бонусы, что нет. Поэтому видеть очень важный момент. Каким образом можно показывать клиенту эти бонусы? Чтобы клиент действительно где-то мог посмотреть и сказать, нифига себе, вот у меня столько бонусов, вот на это я могу потратить. Вот такой у меня статус. Вот такой статус я могу заработать, золотой, если сделаю рекомендации или сделаю какой-то определенный чек. Теперь, их можно видеть первое. Вы полувалите Google Pay. Мы с этим тоже работаем. У нас обновление выходит, что мы тоже добавляем в свою систему, экосистему. В том числе карты Apple Wallet и Google Pay. И второе – это мобильные приложения. Но мобильные приложения, даже сами работая с Apple Wallet и Google Pay, мы понимаем, что мобильные приложения – это самый лучший инструмент для отображения в том числе даже бонусов клиента. Почему? Apple Wallet, там добавляете свою карту, там отображаются бонусы. Но, в принципе, на этом функционал заканчивается. То есть, там нету таких гибких пушевдавлений. Там нельзя клиента поздравить с днем рождения. Там нельзя показать уровни, вот как сейчас на картинке у вас показано. Это скриншот именно из мобильного приложения. В Apple Wallet никогда такое не сделаешь. А в мобильном приложении безграничный функционал. Там можно вот так карту показать нам, вот эти статусы показать. Там можно показать интернет-магазин сделать в мобильном приложении. Там можно отправлять пуш-уведомления вообще разные. С днем рождения, с праздниками и так далее. Можно даже обратить внимание о том, что вы заметили, крупные компании делают себе мобильное приложение. Именно поэтому. Потому что мобильное приложение – это лучший инструмент по коммуникации с клиентами, функционал безграничный. Потому что бонусными системами здесь все не заканчивается, работа с клиентами. Идем дальше. Третье. Сократить отправку SMS. Потому что SMS-ки, во-первых, хуже работают, чем пуш-уведомления. И самое прекрасное, у пуш-уведомления SMS-ки заменить на пушки. У пушки бесплатные. Пушки можно отправлять сколько угодно, они бесплатные. По большой, в том числе, клиентской базе. SMS-ка – это дорогой способ коммуникации с клиентом. Ну и к тому же в SMS-ке можно добавить немного текста. Да, в принципе, на этом все. Ну, прикрепить какую-то ссылку. В пуш-уведомления можно прикрепить ссылки, написать много текста, фотографии. И даже можно прикрепить товары. Например, сказать, у нас новая коллекция, клиент переходит по пушке, там отображаются фотографии, текст. И даже прикреплены товары, где клиент сразу нажимает, сразу себе оформляет доставку, оплачивает карты. Идем дальше. Как еще можно снизить расходы? Это отказаться от той рекламы, где не видна статистика. То есть, если вы в рекламе не видите, сколько клиентов пришло, сколько они денег оставили, от этой рекламы откажитесь и лучше вот эти деньги сэкономленной переведите в ту рекламу, где результат виден. Либо научитесь эту рекламу измерять. Для этого в UDS есть хороший инструмент, он называется источники трафика. Ну, например, как измерить рекламу в лифтах. Для этого в UDS можно сгенерировать промокод, QR-код, и разместить его в рекламе в лифтах, написать «получи свою первую скидку 200 рублей», клиенты будут сканировать этот QR-код, и вы в дальнейшем будете видеть, сколько клиентов отсканировало, они попали к вам в базу, сколько из них пришло, и сколько денег они оставили. А те, кто не пришел, отправляете им пуш-уведомлений и мотивируете их прийти. Все вообще оцифрованный мир. Вот что хорошо, вы клиента получаете в базу себе даже такого, который еще к вам не пришел. И это очень круто. Можно с ним работать. Идем дальше. Вот кейс. Вот кейс просто того, как увеличилась прибыль у компании просто за счет снижения расходов. Я люблю это показывать, потому что предприниматели, особенно малый бизнес, очень любят бить в одну точку привлечения клиентов. И спросим бизнес, что тебе нужно? Он говорит, надо новые клиенты, надо новые клиенты. Вообще, просто одна цель, одна точка, и все только туда. Но оказывается, прибыль можно увеличить разными способами. И вот, пожалуйста, просто за счет снижения расходов можно получать такие деньги. Здесь получился общий профит на 13 миллионов рублей. Я думаю, это хорошие цифры. Можете сосканировать QR-код и посмотреть эту карточку компании в мобильном приложении UDS. То есть не надо только бить в одну точку. Необходимо на этот вопрос подходить комплексно и в том числе всегда задуматься над оптимизацией расходов, потому что получаются такие крутые результаты. Со снижением расходов разобрались. Давайте будем разбираться теперь увеличение дохода от текущих клиентов. Первое. Это, конечно, нужно работать на увеличение среднего чека. Вообще, у меня самая простая рекомендация в этом вопросе. Хотите увеличить средний чек? Я думаю, все скажут, да, хотим. Как это сделать? Первое. Создайте речевой скрипт сотрудников. Для этого есть хороший пример. Это Макдональдс. Макдональдс вы могли заметить. Каждый раз, когда клиент совершает нам покупку, задается вопрос пирожок, соус, пирожок, соус. Это как прям попугай. Пирожок, соус, пирожок, соус. И в вашей компании должно быть то же самое. То есть каждый раз, когда клиент, каждый клиент совершает у вас покупку, у вас сотрудник должен говорить, вам вот это, вам вот это, вам может вот это, вам может вот это. Очень важный момент. В речевом скрипте должно быть предложены конкретные товары. То есть около кассы должны стоять товары на апсейл. Нельзя клиенту говорить фразу, может вам еще что-нибудь? Это надо думать. Там, где надо думать, хуже работает. Поэтому клиентам надо конкретно предлагать, может тебе вот это вот, конкретно. Макдональдси говорят конкретный речевой скрипт. И Макдональдс понимает, если они перестанут его говорить, они недополучат миллионы долларов в прибыль. Поэтому в вашем случае должно быть как в Макдональдси. Может тебе вот это или вот это, салфетки или вот это. Если это магазин одежды, может вам еще какие-то заколки есть и так далее. Но в каждом бизнесе есть что-то продать. Даже в сауне красоты можно продавать косметику. Второй момент. Бонусная система в этом поможет. Мы про это тоже говорили. О том, что клиент, совершая покупку на определенный чек, например, на тысячу рублей, может получить овербонус. Подходит официант, например, и говорит, слушайте, а закажите еще десерт. Вообще классный, свежий десерт. И тем более у вас чек будет тысяча рублей, и вы получите двести бонусов на следующую покупку. Круто, круто. И это работает. То, что я рассказываю, это просто на примерах. Ну, то есть, ничего выдумывать не нужно. Мы же работаем уже 7 лет. Все уже механики известны. Повышение частоты покупок. А, кстати, повышение частоты покупок достигается за счет уведомлений. Опять мы приходим к пушкам. Клиенты любят, когда их поздравляют с праздниками. Клиенты любят, поздравляют, когда их с днем рождения. Вот, кстати, мобильный телефон, мобильное приложение, что хорошо. Во отличие от Apple Wallet и Google Pay, оно знает день рождения клиента. Оно собирает такие данные. Apple Wallet, Google Pay такие данные не собирают. Можно знать день рождения клиента. То есть, приложение высасывает как будто данные из клиента. Пол, день рождения. Вот мы знаем день рождения, поздравляем его, дарим ему бонус, у него растет лояльность. Тем самым, если у вас, например, ресторан, вы можете клиента поздравлять с днем рождения за неделю до дня рождения, тем самым мотивируя клиента прийти в ресторан именно в день рождения. Сауны красоты тоже так делают. Поздравляют клиента с днем рождения за пять дней, говоря им о том, что свой день рождения наведи красоту в нашем сауне красоты. И так можно поздравлять с 8 марта, 23 февраля, и тем самым увеличивается частота покупок. А, кстати, вот это увеличение среднего чека, вот типа клиент совершил покупку на тысячу, получил 200 бонусов, можно этим бонусом тоже установить время жизни, тем самым клиент 5 дней, через 5 дней эти бонусы сгорят дополнительные. Это означает, что клиент придет в течение 5 дней. Альтернативный способ дохода, это в том числе история про интернет-магазин, то есть если у вас офлайн-точка, то вы можете с UDS сделать интернет-магазин, это просто, за это не надо дополнительно платить, это все входит в принципе в базовый тариф. И можно себе сделать интернет-магазин как в мобильном телефоне, так и в том числе и в интернет-магазин на сайте. И обратная связь по повышению возвращаемости, конечно же, на повторные покупки влияет в первую очередь не бонусы и скидки, это очень важный момент, а влияет именно качество вашего сервиса. То есть клиента возвращает не бонусы и скидки в первую очередь фундаментально, а качество сервиса. И здесь мы задаемся вопросом, а как понимать, что клиент пришел ко мне в первый раз или в 50-й раз и он готов к нам вернуться в следующий раз. Вот чтобы это понимать, необходимо с клиента собирать обратную связь. И это нужно делать как в такси. Клиент прокатился на такси, поставил оценку за обслуживание. Вот в UDS то же самое. Клиент совершил покупку, обслужился в ресторане, купил в магазине одежды, у него выходит окошко оцени обслуживание. И он ставит свою оценку. Если клиент поставил три звезды, то клиенту надо перезвонить и сказать, что был не так, дорогой друг. Он скажет, да, у вас вот здесь нахамилило, здесь было плохо. Вы говорите, давайте я вам подарю 300 бонусов. Это сгладит впечатление? Клиент говорит, да, сгладит, я готов вам давать второй шанс. То есть бонусная система, ну, правильный сбор обратной связи, он помогает понимать, что происходит в бизнесе. И второе, помогает возвращать клиенту. Большинство бонусных систем так не умеет делать. Возвращать клиенту просто за счет того, что клиент оставляет три звезды и вы на эту обратную связь вы реагируете. Кстати, при этом эти отзывы не публичны. Очень важно тоже это помнить. Вот в Яндекс.Отзывах клиент оставляет отзыв, и это видят все. И это не всегда хорошо. Обычно клиенты оставляют отзывы, когда крайне негативные они. Когда они сильно недовольны, поэтому они не ленятся, идут в отзывики и там это оставляют. Если вы считаете, что в Инстаграме Инстаграм хорошо собирает обратную связь, это не так. В Инстаграме хорошая обратная связь, она правдивая, но ее оставляют очень мало. А вот таким способом можно собирать обратную связь до 90% от клиентской базы. То есть 90% клиентов вам оставляют обратную связь при каждом своем посещении. И это круто. Это сразу сформирует объективную картину. Вот пример. Вот пример за счет работы с действительными инструментами увеличения дохода за счет работы с текущими клиентами. То есть даже можно не привлекать новых клиентов, работать на снижение расходов и работать с текущими клиентами, и уже можно получать такие цифры. Это у нас компания Клеверфиш, город Пермь. Видите, онлайн-заказы через UDS, у них есть и альтернативные способы заказов. У них по-моему в Инстаграме есть, можно через просто Инстаграм в Директ написать, сделать заказ, но только через UDS. У них более тысячи заказов произошло на 4 миллиона. Количество покупок на клиента 5 равно, это очень важно, количество покупок на одного клиента среднее. Это 5. Это означает, что минимум 5 раз клиент возвращается. Оценок отзывов собрали очень много, 4,9 звезд. При этом очень важный момент мы заметили, когда мы устанавливаем подобную систему в компании, сотрудники начинают лучше работать, потому что сотрудники понимают, что все видно, все, теперь не скрыть. Если ты накосячил, клиент об этом скажет. Это вот как в том числе и такси. Такси понимают, многие понимают, что надо хорошо обслуживать, то, что необходимо следить за своей речью в том числе. И соответственно качество от этого просто растет, от того, что есть такая система, которая делает открытым взаимодействие с клиентом. Поэтому мы там устанавливаем и официанты начинают работать лучше или кассиры начинают работать лучше, потому что понимают, что теперь все видно. И выриск повторных покупок более 30 миллионов. Вот здесь важный момент. Это то, что оцифровано было в UDS. 80% повторных покупок. Мы всегда об этом говорим, о том, что необходимо работать на возвращение клиентов, потому что постоянные клиенты приносят основные деньги. Вот здесь даже этому правилу есть подтверждение о том, что 80% приносят именно постоянные клиенты. И переходим к третьему. Это привлечение новых систему рекомендаций. Здесь есть несколько важных моментов. Первое, если просто давать бонусы за рекомендации, то это не работает. За 7 лет мы уже проверили. Так просто это не работает. То, что вы дарите 100-200 бонусов за то, что клиент порекомендует, это не возбуждает сильно рекомендации. Где-то есть, конечно, где-то мы замечаем, что прямо действительно начинается бум рекомендаций. Но в большинстве случаев так не происходит. Потому что необходимо вспомнить, почему клиент не рекомендует. Хотя он доволен вашим сервисом, доволен продуктом, но не рекомендует. Он это не делает, потому что забывает это делать. У него в голове куча других идей, куча других забот. Рекомендации вашей компании у него в самой последней очереди стоит. Надо это понимать объективно. Поэтому чтобы клиент это делал, необходимо ему закидывать эту информацию, необходимо ему об этом напоминать. Каким образом это делать? Первое. В социальных сетях надо рассказывать, как рекомендовать вашу компанию, надо делать посты и сторизы, в которых вы рассказываете, как можно порекомендовать вашу компанию, что за это получит клиент, и то, что вы благодарны за этот клиент. конкурсы, разыграйте телефон, beauty box, все, что можно разыграть, разыграйте тот клиент, который больше всех вас порекомендует в течение недели, тот выиграет или месяца, тот получит данный подарок. И третье, речевой скрипт никто не отменял, сотрудник в конце покупки совершенно нормально клиенту сказать, слушай, не забудьте нас, пожалуйста, порекомендовать. Спасибо вам, что вы к нам пришли, не забудьте пожалуйста и возбуждают рекомендации. Действительно начинается сарафанное радио и этот источник привлечения клиентов можно сказать бесплатный. Цифровой кросс-маркетинг, я обещал вам про это рассказать, расскажу просто на примере. Клиент приходит например в ресторан, совершает покупку, оплачивает счет, ему автоматически приходит электронный сертификат на 200 рублей в салон красоты. То же самое может быть наоборот. я пришел в магазин одежды, совершил покупку на определенную сумму, это можно делать даже с определенной суммой, я получил электронный сертификат в магазин спортивного питания. И так далее. То есть автоматически раздаются сертификаты. Вы кросс-маркетинг встречали и даже пробовали его в виде бумажек, каких-то анкеточек, флэеров. Электронный что хорошо? Первое, сертификат никуда не потеряется. Он в телефоне вшит всегда. Второе, сертификат электронный всегда себе напоминает. То есть он говорит, дорогой друг, не забудь меня потратить. Вот он я, я скоро закончусь. Это тоже влияет на конверсию, потому что бумажку ты положил в карман и забыл. Надо клиенту напоминать. Ну и видна статистика. То есть можно все посмотреть. Сколько клиентов получило, сколько на этот сертификат глазами взглянуло, сколько пришили и сколько денег они оставили. И четвертый способ привлечения новых клиентов это увеличение репутации в отзывиках. Это делается с помощью обратной связи, которую мы говорили ранее. То есть клиент, когда ставит пять звезд, система может отправить клиенту сообщение, вы это сами настраиваете, что дорогой друг, спасибо тебе за высокую оценку, вот по этой ссылке, и ссылка там на Google отзывы или Яндекс отзывы, оставь нам отзыв и ты получишь еще 100 бонусов. И таким способом мы выводили компанию в топ-1, в триподвизоре и в других отзывиках. А в повышении репутации компании в интернете это тоже новые клиенты, потому что клиенты начинают гуглить или в Яндексе искать, какой классный ресторан новый можно посетить. И понятно, там будут именно те, которые с отзывами. и тем самым мы выводили в туристических регионах в том числе компании в топ-1, а в туристических регионах это принципиально, потому что у них турпоток и люди там в основном идут в отзывики, чтобы понять, в какой ресторан пойти. Хорошо. Вот есть у нас такая компания, сканируйте QR-код, это сеть фастфуда в городе Тверь, это типа местного KFC, я вот так люблю говорить, это Chicken House, я сам вообще классное место, по рекомендации видите, у них более 19 миллионов рублей, и из рубрикатора, в UDS в том числе компания размещается в рубрикаторе, и из рубрикатора у них получилось более 23 миллионов рублей. Но здесь важный момент я хочу сообщить, нельзя UDS покупать как рекламную площадку, UDS это инструмент, с которым нужно работать, поэтому здесь крутой результат из рубрикатора на 23 миллиона рублей, но у них крутой результат карточку, они о UDS рассказывают в социальных сетях, у них карточку, они делают конкурсы, и это все создает определенный информационный шум, что в принципе клиенты тоже такие, а что это там за Chicken House, о, я где-то слышал о Chicken House, и через рубрикатор присоединяются к компанию. Так не происходит, я вам сразу скажу, так не происходит, что ты просто добавил карточку в UDS, и у тебя на 23 миллиона результат просто из рубрикатора. Так это не работает, я вам сразу, чтобы не строить каких-то воздушных замков. Вообще всю эту историю можно объединить в одну такую фразу, автоматизация это свобода, необходимо вообще убирать рутину из бизнеса, все автоматизируйте, что можно автоматизировать, потому что рутина жирает время, энергию, и в итоге в том числе она жирает и деньги, по факту, потому что время это деньги, особенно у предпринимателя, поэтому предприниматель заниматься должен более важными задачами, строить стратегию работы и в дальнейшем развивать свой бизнес, а не думать над тем, что там за анкетки, как там собирается клиентская база и так далее. Клиентская база должна собираться автоматически. Клиент со сканеркой варкод попал в базу, клиент перешел в шапки профиля в инстаграм, попал в базу, совершил покупку, попал в базу, все о клиенте видно, все понятно, CRM-ка все сама собрала, вам остается только строить стратегию. Ваши сотрудники тоже не должны собирать анкетки, что-то там заполнять ручкой, переводить их в Excel, все это полный бред, необходимо все это автоматизировать, потому что сотрудники должны заниматься важной задачей, они должны строить клиентоориентированный сервис, улыбаться клиенту, проще говоря, а многие сотрудники злые, злые и недовольные и плохо работают по той причине, что вся рутина сожрала все время, занимаешься одним и тем же, как мартышкин труд, поэтому не надо заниматься мартышкин трудом, автоматизировать все, что можно автоматизировать. Хорошо, я на этом завершил, на этом завершена презентация UDS, мы еще с вами можем встретиться завтра, завтра у нас будет история продукта UDS, она интересная, мы ею делимся в открытом виде, как появился продукт, какая была философия, почему мы его сделали таким, как он есть сейчас, какие у нас были препятствия, как мы их преодолевали, как мы работаем 7 лет с бизнесом, что мы поняли, какие грехи предпринимателей мы поняли, что мешает предпринимателям развиваться, тут история не только про диджитал инструменты, это вообще про философию бизнеса, и расскажем, как мы стали, можно сказать, номером один в мире программ лояльности, установки программ лояльности, потому что приложение UDS скачало более 20 миллионов раз, более 20 миллионов человек, скачало приложение UDS, на текущий момент ни у кого такого результата нет, поэтому из истории тоже будет понятно, как у нас это получилось, и как вместе с нами можно строить партнерскую программу, как на этом можно в том числе зарабатывать, как вместе с UDS наши партнеры строят, делают системный бизнес, ну то есть помните там квадрант Киосаки, там первый квадратик это наемный сотрудник, второй квадратик ИПшник, там маленький бизнес, третий квадратик большой бизнес, системный бизнес, это вот как раз оттуда эта фраза, и четвертый это инвестор, и вот расскажу, как можно строить, можно сказать, почти что сразу системный бизнес, для того, чтобы предприниматели были свободными, потому что мы это все делаем, чтобы предприниматели были свободными, я думаю, вы бизнес открыли, не для того, чтобы, я думаю, что вы бизнес открыли, чтобы никогда не работать, вот в большинстве случаев, в которых я общаюсь с предпринимателем, все же хотят открыть бизнес, чтобы зарабатывать деньги, но деньги это инструмент свободы, чтобы никогда не работать, в принципе картинка у предпринимателей у всех одна в голове, я открыл одну точку, потом две точки, десять точек, потом я захватил рынок, 100 точек, я стал большим системным предпринимателем, улетел на Бали, там у меня серфинг, ретрит, и все, жизнь удалась. Вот мы все должны к этому стремиться, стремиться к свободе, потому что в этом и заключается сам принцип предпринимателей, и у нас такая миссия. Мы это делаем не ради красного словца, эту миссию говорим, а действительно потому, что в нее верим. У меня, в принципе, все. На этом большое спасибо.